Здравствуйте! Это программа в центре событий. В студии я, ее ведущая, Снежана Журавлева. Строительные компании ищут причины образования колейности. Образцы сургутского асфальта изучают эксперты Сибади. Уровень коррупции в Югре снизился. Жители округа считают, что наиболее эффективный метод борьбы со взятками – МФЦ. И второй кастинг в реалити-шоу «Батл Бизнес» состоялся. Кто будет бороться за главный приз проекта? Поехали дальше. Мы продолжаем инспектировать сургутские улицы в рамках проекта «Город дорог». Однако работу мы построили несколько иначе, чем делали это полтора месяца. Ранее мы заостряли внимание на участках, которые ремонтировались в предыдущие годы и находятся в данный момент на гарантии. Сегодня мы выехали на магистрали, на которых ремонт идет сейчас. Дарья Давыдова продолжит. В этот раз съемки в рамках «Города дорог» начались несколько необычно. Когда мы подходили к перекрестку Университетской и Ивана Захарова, заметили авто, стоящее на аварийках, как раз на срезанном асфальте. Со слов водителя, он пробил оба колеса как раз в месте ремонта улицы. Причем на одном откололось и часть диска. Там были знаки ремонта дороги? Нет. Не было, да, знаков? Мы сейчас, кстати, проверим. Я на 40 ехал, тормозил, вот торможение у меня видно. Здесь проехал, здесь берет риски, сзади уже все. Владелец ленд-крузера собирается разбираться со страховой и дорожниками. Дело в том, что на перекрестке не установлены знаки, которые оповещали бы автомобилистов об идущих работах. Глубина среза асфальта 12-14 сантиметров. Причем в одном месте, какой-никакой, но съезд сделан, в другом дорога заканчивается внезапно. Мы с вами проехали, действительно знаков нет. Впереди вот у нас тут ряд ступенек, причем одни как бы сделанные, то есть там подкинули этот асфальт, вот, а впереди самая последняя ступенька почему-то не сделанная. Перекресток Югорска и Мелик-Карамова, можно сказать, свежий. Асфальт здесь радует своей ровностью, разметка яркостью, но и на этом участке у Сергея Глинских возникли вопросы. Канализационные колодцы, которые находятся на проезжей части, провалены примерно на 4-5 сантиметров. Дождеприемник на все 9. Ну почему не сделать люк ни 5 сантиметров, ни 4, ни 3, не даже один, а просто вровень, чтобы люди ехали, не замечали и радовались, понимаете. Ведь дорога делается не на год, не на два, там на 4, на 5. И в течение этих пяти лет проедет миллион машин, понимаете. И каждый второй будет вспоминать либо добрым словом, либо откуда у человека руки растут, понимаете. Как несколько дней назад пояснил Сургут интерновостям Игорь Газизов, начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства, претензий к подрядчикам в отношении колодцев и дождеприемников администрация предъявлять не может. Эта позиция в части оплаты не обозначена в договорах. При этом же, по словам Сергея Глинских, в техническом задании к муниципальному контракту по ремонту дорог, напротив, эта позиция прописана. Причем с ГОСТом Р-505-97-93. Впрочем, здесь кто прав, а кто не очень, общественнику еще предстоит разобраться. Как и в другом вопросе, который касался наших июньских съемок. В один из дней мы рассказывали о Калиена, перекрестке Островского и Нефтьюганского шоссе. Глубина ее составляет 5-6 сантиметров. Гарантийный случай, были уверены мы. Однако, как выяснилось, ошибались. И здесь тоже очень интересная история. Мне ответили, что именно вот это место, оно не ремонтировалось в 2014 году компанией Ювис. То есть, вот этот участок 200-300 метров от профсоюзов до Нефтьюганского везде он был отремонтирован. А вот это место, где разгоны торможения, где самая большая нагрузка на участок дороги, вот ему почему-то не сделали. Зато по улице Бахилова результаты более позитивные. Там мы также зафиксировали слишком глубокий провал колодцев и дождеприемников, а также колею. Но если по первым двум позициям рассчитывать на ремонт не приходится, то по колейности напротив. Администрация направила в адрес подрядчика предписание с требованием устранить выявленный дефект за свой счет. Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Между тем, качество сургутских дорог проверят эксперты из Омска. Компании Ювис, Североавтодор и Автодорстрой заключили соглашение с Академией Сибади. Планируется, что результаты анализов дадут ответ на вопрос о причинах образования колейности на наших магистралях. Представитель Сибади уже отработал в Сургуте. В конце прошлой недели были взяты 7 проб на проблемных участках улиц, среди которых и одни из самых загруженных. Проспекты Ленина, Пролетарские и Набережные. Были взяты пробы на проблемных участках, там где на сегодняшний день колея более 300 сантиметров. И он обещал, этот представитель, что на первой неделе августа, где-то 5-7 числа, будут уже какие-то результаты. Дорожно-строительные компании города решением о заказе экспертизы исходят, в том числе и из собственных интересов. Увеличенный до 4 лет срок гарантии на качество асфальтобетонного покрытия заставляет искать новые варианты ремонта улично-дорожной сети. Несколько лет уже применяется новая присадка ПБВ – полимерно-битумное вяжущее. Оно улучшает качество магистралей, повышает долговечность, в том числе и по показателю образования колейности. Возможно ли совсем избавиться от углублений на трассе? Как раз и покажут результаты экспертизы. Рекомендательные документы дорожники направят в администрацию, которая выступает заказчиком ремонтных работ. Развитие туризма в России – дело каждого. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о курортном сборе. В экспериментальном режиме со следующего года налог на отдых введут в четырех субъектах страны – в Крыму, Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях. Программа рассчитана на четыре года. В 2018 сумма сбора составит 50 рублей. Отмечается, что это плата за сутки. Далее уровень сбора увеличат вдвое. Попадут под новые требования совершеннолетние россияне, которые пробудут на отдыхе больше суток. Также, согласно документу, предусмотрены и льготы для отдельных категорий граждан. Эксперты уже скептически встретили инициативу властей. Возможно, это повлечет резкий массовый отток отдыхающих с берегов российских на берега иностранные. Больше половины югорчан, согласно опросу Центра «Открытый регион», считают, что за минувший год в округе произошло снижение уровня коррупции. И это значительно больше, чем в 2015-м. Почти 55% жителей сегодня против тех 12%. При этом результаты социологических исследований лягут в основу муниципальных планов по противодействию коррупции на 2018-й год. Отмечу, что, по мнению югорчан, наиболее эффективный метод профилактики взяточничества – расширение сети МФЦ, массовый переход на предоставление электронных услуг. Например, сегодня из 225 госуслуг, предоставляемых органами власти, 148 – это 65%, на данный момент оказываются непосредственно органами власти. Оставшиеся 77 услуг – во взаимодействии с многофункциональными центрами. По числу зарегистрированных на едином портале госуслуг жителей региона Югра занимает пятое место в России. И здесь еще есть над чем поработать, отмечают в правительстве ХМАУ. По принципу одного окна в Югре действует 21 официальный центр и 62 их территориальных подразделения. Всего организована работа 423 окон. Необходимо наполнять эти окна новыми услугами, одновременно продолжая переводить часть услуг в электронный формат. При этом нельзя забывать об антикоррупционном контроле за теми услугами, которые предоставляются государственными муниципальными служащими. Так, чтобы уровень антикоррупционной защиты не уступал стандарту, установленному для МФЦ. Проводят электричество и тепло. Сургутнефтегаз отдал мотоотделению Сибирского легиона один из своих ангаров на Заячьем острове. Сейчас в нем ведется реконструкция. В планах перевести двухколесных в новое помещение к октябрю. Сейчас гонщики тренируются на Барсовой горе на трассе, которую сделали сами. Дмитрий Круковец расскажет подробнее. Новую мототрассу на Заячьем острове открыли в Сургуте 23 февраля 2016-го. Она пока работает в тестовом режиме, но уже в следующем году. Двухколесные Сибирского легиона собираются проводить на ней этапы чемпионата Югры по мотокроссу. В планах также забрать и турниры УРФО и России. То, что она намного комфортнее той, на которой сейчас тренируются парни, подтверждают и сами гонщики. Я ездил там. Там трасса большая такая. В принципе, тут прямые маленькие просто. Можно на Зайчем острове, можно больше газовать. Учебно-тренировочная программа по мотокроссу в Сибирском легионе реализуется с 2001 года. Трассу, на которой спортсмены и учатся ездить, и отрабатывают навыки, и готовятся к соревнованиям разного уровня, тренеры готовили сами. Кусочек земли, который принадлежит Сибирскому легиону. Мы когда здесь появились непосредственно много лет назад, надо было тренироваться где-то. Вот начали потихонечку готовить трассу. Сделали, пару трамплинов насыпали, накатали полотно трассы. И вот теперь эксплуатируем для тренировок. Сегодня в отделении мотоспорта числятся 48 человек. Впрочем, как отмечают преподаватели, специфика технического и экстремального вида оставляет на продолжительные и системные тренировки далеко не всех. Стабильная мотокоманда Сибирского легиона, которая защищает честь Сургута и Югры на заездах по всей России, 15 человек. Посещают занятия около 30 ребят. Забираться до Барсова из города, прямо скажем, не очень удобно. Кого-то привозят родители, кто-то ездит общественным транспортом, кто-то на автобусах, которые организуют руководство легиона. Переезд на Заячий остров, уверенный в отделе молодежной политики администрации Сургута, помог бы сделать мотокросс популярнее. Надеемся, что это привлечет туда дополнительно молодежь. Потому что сейчас на Барсово реально трудно молодежи ездить. И условия, скажем так, очень спартанские для этого. Сургутнефтегаз отдал Сибирскому легиону один из своих ангаров на Заячем, прямо возле мототрассы. Сейчас в нем идет реконструкция, проводят электричество и тепло. На работы зарезервировали 1 миллион 200 тысяч рублей. Но свет и отопление – это еще не все, что предстоит сделать на острове для мотокроссменов. У нас есть второй этап строительства – это там непосредственно обнесение забором, КПП, там будет строительство новых помещений, там мойка, все там специальные сооружения, здания именно непосредственно под мото. Рады и тому, что есть, отметили в отделении мотоспорта. Впрочем, гонщики уже потихоньку готовятся к новой локации. В планах перевести мотоотделение на Заячий остров к октябрю этого года. Дмитрий Круковец, Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. В 2018-м Югра примет 8 крупных спортивных соревнований. Среди них Кубок МСБ по биатлону, Чемпионат России по биатлону, Чемпионат мира по шахматам среди женщин по нокаут-системе. Геннадий Бухтин, исполняющий обязанности губернатора региона, поставил перед профильными ведомствами задачу подготовить планы работы оргкомитетов по каждому турниру не позднее, чем за три месяца до его начала. Также Геннадий Бухтин отметил, что богатый опыт нашего округа в проведении крупных состязаний и в части подготовки волонтеров и обеспечения безопасности и проведения параллельно культурных мероприятий должен быть обязательно задействован в спортивном календаре 2018-го. Добавлю также, что в начале июля заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко заявил о том, что в случае недопуска российских атлетов на паралимпиаду в Южной Корее в будущем году, Россия проведет свои соревнования в Ханты-Мансийске. В Турции проходят сурдлимпийские игры. В соревнованиях среди глухих и слабослышащих принимают участие более 3000 спортсменов из 97 стран. В сборной России 337 атлетов. Югру представляют 7 человек. Пятеро – сургутяне. Волейболисты Владимир Шмыгин, Максим Салмин и Роман Симоновский и легкоатлеты Максим Бган и Юлия Любчик. Еще двое югорчан в сборной страны из Нижневартовска. Это волейболист Георгий Плешкевич и теннисистка Анастасия Гринь. Завершатся международные старты 30 июля. Завершатся международные старты 30 июля. В финале за первое место. На второй кастинг в реалити-шоу «Баттл-бизнес» Антон Луганский пришел со своей семьей. Его группа поддержки уверена в силах папы, ведь харизмы и креатива у него не занимать. Своей сильной стороной Антон считает многогранность. Мужчина занимается музыкой, спортом, пишет стихи и увлекается компьютерами. Есть масса интересных идей у меня, которых у нас нету. Да даже может быть в стране еще нету такого. Так что надеюсь, что получится мне это продвинуть. Воплотить свои идеи в жизни – это цель и других участников второго кастинга «Баттл-бизнеса». Кто-то из них работает офис-менеджером, кто-то – врач с 30-летним стажем или совсем недавно получил на руки результат ЕГЭ. Этим вечером их объединила одна мечта и страсть – стать предпринимателем. Я жду от проекта в первую очередь новые знания, также новый опыт полученный. Я думаю, он очень будет полезен в дальнейшей моей деятельности. Я нахожусь на данный момент в декрете. Планирую потом из первого декрета пойти в другой и хочу попробовать себя в бизнесе. Я здесь все-таки увидела перспективы в первую очередь, так как было озвучено, что нас будут учить, с нами будут заниматься, нас будут вкладывать какие-то знания. На кастинге участники воодушевленно рассказывали о своих проектах. Для многих открытие бизнеса не просто мечта, а действительность. Одна из участниц, Анастасия Сушкина, призналась, что на конкурсе она для того, чтобы выиграть. И после прихождения этапа презентации девушка еще более уверилась в своем успехе. Трашно, волновалась. Но все прошло хорошо. Я от чистого сердца рассказала про свой любимый проект, и я надеюсь, что всем он понравился. Помогать участникам баттл-бизнеса воплотить мечту в жизнь будут управления экономики и стратегического планирования администрации Сургута, а также эксперты в лице ведущих предпринимателей ЮГРЫ и специалистов торгово-промышленной палаты. Организаторы вовсю готовят испытания и задачи для тех, кто пройдет кастинг. Соревнование за главный приз начнется совсем скоро после объявления семерки участников. Состоится оно в четверг, 20 июля. Виктория Дрягина, Анатолий Метельченко, Сургут, Интерновости. К этой минуте все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные. Компания Жалюзи. Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Пора что-то менять в жизни. Например, переехать в новую квартиру. В Сургуте открылись продажи готового жилья в доме Паусольцева 30. Цена квартир от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Возможно приобретение без первоначального взноса и по ипотеке от 10%. Компания Сиппромстрой. Добро пожаловать домой. Только в эфире ЛАВ-радио. Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай ЛАВ-радио. Здравствуйте. Информация о погоде на 20 июля. В студии Алена Раковская. В атмосфере большей части Югры ожидается господство антициклона. Этот барический купол будет оберегать жителей Хмао от ненасти и обеспечит облачную погоду с минимальной вероятностью осадков и очень комфортным ветровым и температурным фоном. Сегодня в Сургуте и окрестностях переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23-28. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето-2017». Распродажа в салонах обуви «Саламандр». Скидки до 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. «Карапуз» заявляет прямо, не увиливая, как это любит реклама. Распродажа должна быть честной, двухколесной и повсеместной. Велосипедная распродажа уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам удачи и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин